Всем привет! С вами я, Алиса. Рада видеть вас в третьей распаковке по ссылке. Если вы не смотрели первую и вторую части, то ссылку на них я оставлю в описании. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новинки моего канала. Что ж, а мы с вами продолжаем рассматривать, какие же куколки пришли в этой коробке. Глаза, конечно, разбегаются, но все куколки упакованы вот в такие вот бумажные штуки, очень похожие на фольгу. И что ж, давайте с вами начнем с мальчика. И это пацан из коллекции Haunted, то есть призрачно. Это Портер Гейз, вот такой вот красавчик-призрак. Фу, летающий. Он весь зелененький и у него необычное тело. А еще мне нравятся его ботиночки, потому что они полупрозрачные. Так, как мы видим, уже внешний ряд полностью забит и кукол уже никак нельзя расположить, поэтому давайте будем класть как-то друг на друга, ребят. Ой, получается, так выходит. Далее лежат две куклы. Одна из Monster High, другая из Ever After, и они находятся рядом и очень похожи друг на друга из-за своего цвета. В первую же очередь у них одинаковый скин-тон, а во-вторых, стилистика и цвет одежды очень похожи друг с другом. Первая куколка это Сидр Вуд или же Кедра из базовой коллекции. Хочется обратить внимание, что она первой волны, а это очень ценно. У нее есть даже и колечко на пальчике, которое всегда теряется. Это очень важно, прям супер-мега-класс. Также печать глаз у нее невероятно шикарная. Все в отличнейшем состоянии. А прошивка у куклы, как и полагается куклам базовым, ну невероятно шикарная. Такое хорошее, как на волос. Положим ее рядом с портером. И давайте с вами наконец рассмотрим монстряшку. Это куколка Клодин Вульф, тоже из базовой коллекции, как и Сидр Вуд. Но могу отметить, что она не первой волны, а перевыпуск. Но не тот перевыпуск, который самый последний, а что-то середина, в общем. Когда выпущена была в новой коробке. Но все-таки кукла, отличающаяся только шарнирами. Да, я заглянула к ней под юбку, извините. И отличающаяся также печатью глаз. И, если честно, у меня сейчас случайно на ногу отлетел ее локон. Нормально. Будем считать, что вы этого не заметили. Так, давайте с вами посмотрим, что еще тут есть. И следующая кукла. Итак, это катастрофа. Да, ее, конечно, узнаешь. Впрочем, всех узнаешь. Но катастрофу особенно, потому что у нее такой яркий скин-тон и также шикарный аутфит. Это такой вот комбинезон в супергеройской тематике. А ее маска, ух-ух-ух, можно снимать и обратно надевать на нее. Кстати, печать глаз у нее шикарная. Далее куколка из Эвер Афтер Хай. Это... Пууу... Cirrus Hood, и она тоже первой волны, как и Hiderwood, что очень ценится для Ever After High Lover. У нее колечко на пальчике присутствует и никуда не слетело, вот так вот аккуратно зацеплено резиночкой. Также сумка на резинке держится, волосы тоже на резинках аккуратненько пристрелены к ее рукам. Челка не растрепана, прическа в отличном состоянии. И, кстати, хочу отметить, что Cirrus Hood это одна из первых куколок Ever After High, открытых в моей коллекции, так что она для меня особо значима. И почему именно ее выбрала я для первого обзора, я, если честно, до сих пор не знаю, но как-то она мне приглянулась с первого же взгляда на нее. Следующая кукла это эксклюзив из Monster High. На данный момент эта кукла стала уже раритетом и выпускалась она с наборчиком, с кроватью. И сейчас я вам покажу одну спальную девочку. Это Клодин Вульф. И у нее вот эти вот очки держатся так вот миленько на глазах. Боже мой, у нее просто очень классные волосы. И это нельзя передать словами, потому что они такие гладкие. Эх, мечта. Просто суперские волосы. Давайте посмотрим на ее глазки. С глазами тоже все в порядке. При том, что с первыми волнами там реально... Ой, ой. А вот с шарнирами... Ну, тоже нормально, в принципе. Так вот, я так и не договорила. С первыми волнами, вот если смотреть на кукол, то у некоторых девчонок и мальчишек в том числе реально есть маленькие проблемки с глазами. Потому что Маттел вот только что выпустил кукол и что-то, видать, не рассчитал. Но ни с кем не бывает, да? Ведь согласитесь. Как она хорошо сочетается рядом с директрисой Бладгут. Прям идеально гармонируют друг с другом. О, а дальше куколка, которой у меня до сих пор не было в коллекции в открытом виде. Поэтому мне очень уж интересно подержать ее сейчас будет в руках. Итак. Вау. И это Кэти Нуар из сета Гуллэбритис и Ландун. Там выходили три девчонки, напоминаю вам. Вейпирин Гаргон, Кэти Нуар и Элизабет. То есть одни из модных учениц школы монстров собрались в поездку в Лондон. Или же по монструозному Ландун. Класс. И у нее шикарные сапожки, напоминающие мне Scar of Screams I Love Fashion. Да, очень креативно. На самом деле платье у нее простенькое, потому что это просто обычная платьица без рукавов. Но зато какой тут нереально крутой принт флага Англии. Еее. Кстати, он в другой расцветке. А еще волосы просто обалдеваю. Так приятно. Ой, красотка. Красотка, красоточка, красотулечка, красотка. В общем, молодец. Вау. Смотрим с вами дальше. Так, я уже вот так вот просто беспорядок навожу и отрываю в непонятном порядке эти листочки. Goodbye. Давайте откроем с вами эвряжку. Эвряжку. Еее. Это Блонди Локс базовая. И вот Блонди Локс. И, кстати, Блонди Локс базовая. Это первая кукла, которую я открыла. Из линейки кукол Ever After High. Вы представляете? Очень приятно. Колечко присутствует. Челочка не растрепана. И волосы также в отличном состоянии. Кстати, хочу обратить внимание, что я заметила у всех базовых Блонди Локс на переносице какой-то непонятный след. Как будто бы шрам. То есть, я не знаю, может быть, на заводе, когда Маттел производил молды Блонди Локс базовых первой волны, может быть, они что-то случайно на них положили. Или планировали сделать около левого глаза какие-нибудь очки. Ну, в общем, там какой-то нереально странненький шрам. Давайте с вами не будем о грустном. Все-таки эти такие длинные желтые волосы золотовласки компенсируют вот совсем малюсенький недостаток. Давайте с вами рассмотрим еще одну куклу. Это Эппл Уайт из коллекции базовой. И да, это одна из моих самых любимых кукол Ever After High. Потому что вы посмотрите на эти волосы. Ааа, это шикарно же. Такие локоны, и главное, они собраны в такие вот нереальные прятки. Это очень красиво выглядит. Также меня устраивает абсолютно ее лицо. Ну, правда, как устраивает. Вот так было лучше, согласитесь. Когда немножко вытянутое лицо, ей, конечно, больше идет. Ну, совсем немножко. Ну, окей, ладно, забыли. И, в принципе, ну, шикарная кукла. Ну, что можно сказать. И вот даже есть сумочка, которая красиво открывается. А еще это платье. А далее следует монстряшка из коллекции Scar Master. И это Кэти Нуар. Итак, давайте с вами распрямим ее волосы. Пам-папам, подождите. Вот она, красоточка. Недавно она у меня появилась в коллекции в открытом виде. И это, кстати, не хуже. У нее и шикарная печать, ровные глаза. И также мне очень нравятся ее волосы. Ну, а, собственно, больше про нее и сказать-то нечего. В общем, она пойдет учиться вместе со своими друзьями из коллекции Scar Master. А далее у нас дискотека. Потому что следующая кукла в этой посылке это кошка. Итак, бау! Зомби-шейк! Туссе-туссе! В общем, ну, вы меня поняли. И да, это мяу-лодия. И, кстати, у нее так прикольно движется тело. Как будто она танцует. Можно снимать стоп-моушены. И эта кукла значительно облегчит труд. Помимо спальни Клодинбуль в первой волне, тут еще и пришла и Лагуна Блю! Еее! Кстати, а где ее тапок и плавнички? М-м-м-м-м. Странненько, странненько. А далее у нас куколка Торлей Страйп. Из коллекции Черлидеры. У нее особенно нереально классная печать. Я просто помешана. Вы, наверное, сейчас думаете, что я помешана на печати глаз. Отчасти так и есть. Потому что мне приятно, когда куклы с ровной печатью, с красивыми глазками, а не такие, чтобы косые, и смотрели один в ту сторону, другой в ту. Если вы тоже придерживаетесь моего мнения, то ставьте лайк под этим видео, а также подписывайтесь на канал. В общем, кошечка Торлей и Страйп приветствуют всех. Положим ее рядом с Торлей? Нет, 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 не хочу. Вот так, так. Окей, а мы смотрим с вами дальше. И вот, наконец-то мы с вами достанем сейчас одну из главных героиней Школы Монстров, и это Дракулаура. И на этот раз она из коллекции Sweet Screams. Какие у нее прикольные украшения на голове. Хм, необычно, необычно. Немножко у нее потрепалась челка, но может не так кажется. Когда ты жуткий перфекционист. Да, это тоже минус. А так у нее, ооо, какое же лакированное платье, и это очень приятно. Также у нее такие вот гольфики, носочки, и шикарная платформа. Форма, это реально обалденно смотрится. Sweet Screams, это моя любимая прям куколка. А далее еще одна куколка из коллекции Сладкие Крики. И до этого момента у меня ее вообще не было в открытом виде. Ну, была в коробке, стояла так красивенько на полке. О, я рифмоплю, так оказывается. Ухи! Ну, была она в коробке и стояла на полке. Ой, нет. Ну, стояла она на полке и была у меня в коробке. Короче, ладно, проехали. В общем, это, сейчас вам скажу, Гуля Йелпс из коллекции Sweet Screams. Ммм, дайте-ка я ее рассмотрю, что ли. Очень интересно. Так, так, так. Чтобы не портить ее макияж, у нее даже под очками есть такая вот специальная пластмасса. Да, класс, ну, конечно. Так, что я могу сказать про ее прошивку? С ней все хорошо. Зашибись, я бы сказала. Видно, что... Что с волосами в нее? Ммм, расчесочка так приложилась к этой кукле. Но ничего, ничего, ничего. Как говорится, положи волосы в кипяточек, и все, и будут прямые, не проблема вообще. А аутфит у нее, конечно, ну, сногсшибательный. У нее и сетка под юбкой, так еще и такой дополнительный слой. Наконец, пояс в виде стекающей какой-то конфеты. Ну, и напоследок, мне очень нравится ее топ, который является частью платья. Он такой в черную сетку. А-а-а, а ее сумочка в форме движонка вообще какая. Так, еще кто-то говорит. Положим ее рядом с Дреку Лаурой, подруженьки. Итак, третья часть подходит к концу, потому что видео уже получилось огромным. И чтобы вам было намного интересней, обязательно переходите на четвертую часть, которую я выложу либо завтра, либо сегодня, или вообще уже выложила. В общем, если что, ссылка будет в описании, и как только она появится, вы можете перейти на это видео. Так что ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вам понравилось это видео. И пишите в комментарии, какую куклу вы получили в последний раз. Ну, или какая ваша желанная хотелка. Жду ваших комментариев. Be cool and crazy! Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok